Телеканал КРТ представляет Выводы из Украины всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск и их техники Восстановление полного контроля Украины над государственной границей Разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников на временно оккупированных территориях Восстановление конституционного строя и правопорядка на оккупированных территориях Обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Как уже успели заметить все, кто когда-либо читал Минские соглашения, а точнее комплекс мер по их выполнению, подписанный 12 февраля 2015 года Пункт о контроле над границей до, а не после проведения местных выборов прямо им противоречит Напомним, девятый пункт комплекса мер гласит Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины Во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов И завершится после всеобъемлющего политического урегулирования В скобках местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей На основании закона Украины и конституционная реформа Нетрудно догадаться, что проголосованное Верховной Радой постановление с вышеупомянутыми формулировками Дало основание экспертному и журналистскому сообществу задаться вопросом А не вышел ли Киев из Минских соглашений? Кроме того, оно дало российской стороне основание для обличения позиции Украины перед западными партнерами Так, 15 июля в телефонном разговоре с Ангелой Меркель Российский президент назвал попытки украинской стороны переиначивать минские соглашения контрпродуктивными Цитата «Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс Разумеется, можно сказать, что Ангела Меркель всегда поддерживала позицию Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и словам Путина попросту не поверит Словам-то, конечно, может и не поверит а вот постановлению Верховной Рады наверняка поверит Как говорится, что написано пером Тем более, что ранее с немецкой стороны уже неоднократно звучали заявления о том что выполнение минских соглашений – единственный путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе Накануне голосования за постановление о назначении местных выборов масло в огонь слухов о выходе Киева из минских соглашений подлил вице-премьер и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Резников В своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council он написал цитата По ряду причин условия минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных минских соглашениях Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли Понятно, что подобные аномалии лишают весь минский процесс его логики 13 июля все тот же Резников заявил, что Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и нормандском форматах переговоров по регулированию конфликта на Донбассе Создается такое впечатление, что официальная позиция Киева состоит не в согласовании того, как именно, в какой последовательности и в какие сроки выполнять минские соглашения а в том, чтобы заменить подобные переговоры чередой заведомо невыполнимых инициатив Предложение переписать соглашение, ввести в переговорную группу новые страны, реанимировать Будапештский меморандум или ввести миротворцев за последние шесть лет мы уже слышали неоднократно Такое впечатление, что украинские переговорщики сознательно ходят по кругу При этом, реального продвижения выполнения хотя бы тех пунктов, о которых договорились на прошлой встрече в Нормандской четверке 9 декабря, нет Ни разведения войск на трех дополнительных участках линии соприкосновения, ни обмена всех на всех добиться не удалось И это не говоря о прекращении огня Казалось бы, и переговоры, и выполнение ранее достигнутых договоренностей зашли в тупик Но президент Украины Владимир Зеленский полон оптимизма 21 июля он заявил о том, что скоро может быть назначена встреча лидеров стран Нормандской четверки Цитата Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны Подтверждение с французской стороны И есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться Потому что все понимают, как это важно для нас всех встречаться в нормандском формате Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате Сложно понять, что лежит в основе оптимизма Владимира Зеленского относительно предстоящей встречи в нормандском формате Во-первых, как мы уже говорили выше, решения предыдущей встречи до сих пор не выполнены Потому не исключено, что какая-то из сторон, будь то Россия, Германия или Франция Откажется встречаться до достижения конкретного результата Во-вторых, даже если встреча состоится в нынешних условиях То почему Владимир Зеленский думает, что она будет благоприятной для Украины? Не получится ли так, что Париж с Берлином в ходе этой встречи Выскажут Киеву свое недовольство намерениями переписать минские соглашения и их невыполнение Систематически занимаясь изучением украинской политики Рискну предположить, что ни один из вышеупомянутых вопросов президента не волнует Судя по имитации бурной, но совершенно бессмысленной деятельности Вокруг минского и нормандского переговорных процессов Которой в последнее время занимаются украинские переговорщики Можно заключить, что, вероятно, встречу в нормандском формате В Киеве рассматривают лишь в качестве сильного положительного информационного повода В преддверии местных выборов Однако, дадут ли Германия, Франция и Россия Слугам народа шанс пропиариться на очередной нормандской встрече? Вопрос открытый Субтитры создавал DimaTorzok